У российской продовольственной инфляции отказали тормоза. Так текущую ситуацию описывают эксперты, цитирует издание The Moscow Times. По данным Росстата, годовой рост цен на хлеб и молоко с зимы 2023-го установил рекорд. Показатели выросли в среднем на 11%. С лета прошлого года и по июль 2024-го на 14% подорожала говядина, на 38% куриные яйца, на 32% огурцы и на 41,5% бананы. Согласно последним опросам, проведенным инфомом, около четверти россиян могут позволить себе покупать продукты питания, но не одежду или обувь. Ускоряющийся рост цен на еду идет широким фронтом. Свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб. Несмотря на запрет на экспорт бензина, он продолжает дорожать с опережением инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению. Рост цен на стройматериалы носит устойчиво повышенный характер. Из отчета аналитического центра ММА. Среди причин роста инфляции – вливание колоссальных сумм в военный сектор, уверены эксперты. Кремль, по сути, сам создал замкнутый круг, по которому ходит уже несколько лет. С одной стороны, деньги, вложенные в ВПК, буквально сгорают на фронте в виде танков или бронемашин. Немалые средства тратятся и на производство ракет, которыми армия РФ терроризирует мирное население Украины. Зарплаты занятых в военном секторе тем временем создают дополнительную нагрузку на экономику и тоже приводят к инфляции. С другой стороны, Кремль не намерен останавливать войну против Украины, а значит, вынужден поднимать выплаты мобилизованным и справляться с последствиями боевых действий уже на своей территории. Если смотреть с точки зрения консолидированного бюджета и его расходов, без зарплат только первая разовая выплата на 100 тысяч набранных уже 250 миллиардов рублей. Это совсем не маленькие деньги. Зарплаты это получается плюс триллион. Это говорит о том, насколько с разных сторон можно легко измерить дефицит персонала. Видимо, на этом фоне, конечно, еще миллиардик другой для перемещенных беженцев из Курской области, это становится уже для них проблемой. Потому что они уже не знают, куда уже посмотреть. У них со всех сторон везде нужны новые миллиарды, здесь новые миллиарды и такое прочее. Российский Центробанк в условиях полномасштабной войны против Украины, дефицита кадров и перехода экономики на ручное управление государства продолжает попытки остановить инфляцию, поднимая ключевую ставку. Пока безуспешно, констатируют эксперты. За неполные 8 месяцев 5,2% с начала года, это уже по факту накопленная инфляция только в этом году, это примерно в полтора раза выше, чем была в прошлом. Я напомню, чтобы прошлогоднюю инфляцию погасить, которая на этот момент была 3,7%, а Центробанк как раз ввел вот эти все драконовские ставки и говорил, что это ужасно, мы типа не потерпим. Но сейчас она выше в июле даже за вычетом роста тарифов ЖКХ. Инфляция все равно была выше, чем в предыдущие месяцы. То есть инфляционный фонд там никуда от нас не уходит. То, что инфляция вышла из-под контроля, признают даже официальные лица федерации, но не сам Путин. По итогам последнего совещания кремлевского диктатора и правительства Центробанка, Путин поручил главе ЦБ Эльвире Набиулиной стабилизировать ситуацию и остановить рост цен. Не знаю, что в этот момент было с лицом у Эльвиры Набиулиной и какие эмоции она испытывала. Потому что она уже битый год говорит о перегреве экономики и о том, что дополнительные денежные стимулы к росту выпуска промышленной продукции не ведут, а только разгоняют цены. Среди прочего, Набиулиной язык сломал, отвердя про дефицит кадров. А это один из главных факторов того, что выпуск продукции просто некому наращивать. Указывала она и на многие другие проблемы. Но Путин же хочет слышать только то, что приятно его уху. Максим Блант, публицист, экономический обозреватель, в интервью изданию «Голос Америки». Эксперты отмечают, российский перегрев экономики не похож на классический. Ведь он вызван колоссальными затратами на войну. Останавливать боевые действия Кремль явно не намерен. А значит, кошельки простых россиян продолжат пустить. Лариса Петрук для телеканала Freedom.